Лавров приехал в Беларусь и начал угрожать НАТО. Лавров заявил, что любое нападение на Беларусь будет переходом за опаснейшую черту. Развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами, заявил Лавров. И тут у меня вопрос, атаки по Российской Федерации их не пугают, а вот атака на Беларусь сразу ответ всеми возможными средствами. Тут, в общем-то, россиянам нужно задуматься, как к ним относятся. Ну, например, те, кто живут в Белгрыне. Ведь их херачат каждый день и Лаврову насрать. А если на Беларусь, то сразу агрессия. Не обольщайтесь, на самом деле все немножко по-другому. Они таким образом просто еще раз подтверждают, что тот пакт, который они заключили с Российской Федерацией в действии, что если вдруг что-то с Российской Федерацией, Лукашенко будет обязан вступить в эту самую войну. Никто про нашу безопасность и про страну не думает. Белорусский пропагандист Игорь Тур вслед за Лукашенко пожаловался на белорусский народ, мол, плохо работают. Помните, Лукашенко про китайцев говорил? Вы знаете, для того, чтобы чего-то требовать, надо работать. И вы видели, как работают китайцы. Конечно, наши не работают так и работать, наверное, не будут. И тут, прежде чем анализировать, нужно вспомнить, сколько китайцы зарабатывают. Ну, сколько у них средняя заработная плата. И сколько это средняя заработная плата в Беларуси. И потом из этого можно делать хоть какие-то выводы. Но еще важный момент. Почему-то все белорусы, которые уезжают из страны так или иначе, начинают заводить собственные бизнесы. И еще никто за рубежом не жаловался на белорусов. А отзываются они как о трудоспособных и трудолюбивых людях. Только Лукашенко и Туру это крайне не нравится. Говорят, лентяи. В нашем обществе не очень-то принято рвать жилы на работе. За премии? Возможно, за награды? Ну, допустим. Потому что начальник шибкотребовательный. О, да. Но в целом работать на максимуме, потому что именно так и надо, это нам немножко чуждое, не так ли? Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник. В общем, они не отрицают, что это пропаганда. Но они открыто говорят белорусскому народу, что он хреново работает. Не нравится им, как белорусы трудятся. Только пускай ни пропагандист Тур, ни Лукашенко не забывают, с какого корыта они хавают, кто их содержит. Ведь тот самый белорусский народ, про который они говорят, такие слова и содержат их. МИД Вьетнама после визита Путина назвал Соединенные Штаты Америки своим стратегическим партнером. После визита российского президента на следующий же день во Вьетнам приехал помощник секретаря США. И тут же сказали о том, что это стратегический партнер США. И, в общем-то, дали отсылку, что с Российской Федерацией дел никаких иметь не хотят. Правда, открыто не сказали, но все заявления говорили об этом. Ну, это город Гомель, Еремина. Лукашенковские бандиты продолжают устраивать в городах и поселках помойки, не вывозя мусор. Люди платят. Каждый месяц исправно платят за вывоз мусора. Но вся страна превращается в одну большую помойку. Они таким образом пытаются экономить деньги. Мол, зачем вывозить каждую неделю, если можно вывозить раз в месяц? Ведь люди на это будут смотреть и дышать этим. Им-то все равно правильно. Откуда у латышей язык? У них, кроме шпротов, ничего не было. Российский пропагандист истерит, что русских, проживающих много лет в Латвии, заставляют учить, ну, якобы, по его мнению, бессмысленный язык. Латвийский народ, он какой след оставил, так сказать, в истории цивилизации, чтобы русский человек, даже будучи конченным либералом, был вынужден учить латвийский язык. Я, правда, не понимаю. И тут ни пропагандисту, ни кому-либо другому не решать, какой язык у страны. Это их страна, их язык, их история. И им решать, какой этот самый язык. А когда подобные вещи говорит пропагандист, это минимум разжигания ненависти. Ну, а как это по-другому можно назвать? Лукашенко продолжает встречаться с российскими губернаторами. Да-да, наравне губернаторов с губернаторами и встречается. Лукашенко уже не встречается с президентами. Дошел до такого уровня, что максимум губернатор и Путин по телефону. Лукашенко хочет выйти на торговлю с Ленобластью в 2 миллиарда, хотя сейчас, на сегодняшний день, и до миллиарда не дотягивают. Там они уже обсуждали даже постройку железнодорожных путей с Ленобластью и Беларусью. В общем, мягенько-мягенько, а суверенитет теряем. В Беларуси официально стартовал агроурожай. Ну, сборка урожая. В общем, на полях начали гореть белорусские трактора. МЧС приехало, а уже все сгорело. Ну, стандартная схема. Причем каждый раз, каждый год одна и та же хрень. Вот ничего не меняется. Как только начинают что-то с урожаем делать, обязательно начинают трактора в полях гореть. Китай намеревается построить дорогу в Европу, в обход России и Беларуси. Об этом сообщил премьер-министр Кыргызстана. Китай давно планировал построить эти самые железнодорожные пути, и Лукашенко об этом знает. Ведь шелковый путь, который давно прокладывает Китай, шел через Беларусь. С учетом того, как себя ведет Лукашенко, Китай осознал, что с подобными партнерами дел не сделаешь. Поэтому приняли решение обойти Беларусь. Мы потеряем огромную сумму денег, колоссальную сумму денег. И все только потому, что Лукашенко захотел сохранить собственную власть. Из-за этой самой власти санкции. Из-за этой самой власти уходят с Беларуси предприятия. Из-за этой самой власти мы теряем крупные артерии, транспортные артерии, на которых можно было заработать миллиарды. Но главное для Лукашенко это власть. ВСУ поразили военный полигон в Краснодарском крае. Уничтожено более сотни дронов. А это серьезный удар по Российской Федерации. Ведь дроны это не только удары. Дроны это и уничтожение по сути ракет. Ну, если дрон за 200, 300, 500 или 1000 долларов летит, и его сбивает ПВО, то стоимость одной ракеты ПВО превышает в сотни, а то и в 200 раз стоимость этого самого дрона. Поэтому, уничтожив сотку дронов, вы сохранили, по сути, миллиард, ну, миллионы, так скажем. Ну, а это Борисов. Вода из колонки. Район. Гормол, завод. Здравушка. Первый раз вижу с белорусской колонки подобную воду. Серьезно. Без преувеличений никогда не видел, чтобы с колонки шла подобная вода. Но, судя по тому, что в Беларуси творится в квартирах, какая вода идет из крана, можно сделать вывод, что уже везде такая вода. Я не знаю, почему так. Вот, правда, серьезно, без преувеличений, даже понять не могу, почему отовсюду ржавая вода. Канализация уничтожена, старая Лукашенко же новую не прокладывал. Может быть, из-за того, что ржавчина скопилась. Ну, колонка, в принципе. Я не знаю, но то, что в Беларуси уже нет нормальной воды из крана практически, это уже факт. Ведь каждый день по 10-20 видео люди присылают с подобной водой. Но с колонкой это впервые. Я ржавчика такого никогда не видел. А это видео – последствия удара по складу в Одессе. Сообщается, что пожар, возникший из-за попадания российской ракеты, разрушил 24 225 квадратных метров складских помещений. Российская Федерация целится, вот конкретно целится, по жилым домам и продуктовым складам. Вот серьезно. Либо они там полностью недоумки. Ну, знаете, сидит такой какой-нибудь пьяный вояка и тыкает по монитору кнопки. Либо они реально целятся по инфраструктуре жилой. Ведь нельзя постоянно попадать в школы, садики и жилые дома. Ну, серьезно. Евросоюз ввел санкции против взет-исполнителя Шамана. А депутат Государственной Думы обвинил Украину и НАТО в теракте в Дагестане. То, о чем мы с вами говорили недавно. В обязательном порядке сделают крайним Украином. Ну, а кто? Не признаются же в том, что у них в стране жопа творится. Многонациональный народ, но вопросы там не решены. Вопросы только будут назревать. С войной они будут еще более острыми становиться. Но лучше же обвинить кого-то в этом, чем признать свою вину. Не так ли? Лукашенко предложил отправлять раненых в Украине российских оккупантов на реабилитацию в Беларусь. Зачем предлагать Лукашенко то, что он и так без этого делает? Нам с вами всем известно, что в начале самой войны Лукашенко лечил военных оккупантов. Чинить технику русских оккупантов. Зачем о этом говорить? Зачем говорить о том, что ты и так делаешь? Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Живе Беларусь! Слава Украине! Пока!